Смотри, волна какая идет. Жесть вообще. Смотри, машина шплавает. Эти кадры сделали барнаульцы в минувшие выходные, но ситуация на них ничем не отличается от прошлогодней. Лето, ливень, город плывет. Плывем по Ленинскому офигенно. Капец вообще просто. Просто капец. Некоторые районы затапливает особенно сильно. Вода почти накрывает капот внедорожника. На этих кадрах улица Попова возле Павловского тракта, следом другие. Все эти больные точки Барнаула мы знаем. Антона Петрова в сторону Попова. Тоже все печально, что затопило. Еле-еле правый ряд едет. Вот потопчик у нас. А я с этой стороны подругой. Здесь с этой стороны. Просто вторая северо-западная советская армия пересечения. А это кадры с прошлого лета. Тогда последствия осадков превратились в водопад. И буквально сносили столики кафе на Старом базаре. А всему вино и недостаточное количество ливневок. Справиться с проливными дождями существующие просто не в силах. Для пиковых недостаточно. Когда большое количество остатков выпадает, да? Не справляется она. Но когда идет необильное выпадение осадков, ливневка работает. Рабочие дежурят для того, чтобы чистить ливнеприемный колодец, если затянет чем-то. Например, пакет принесет. Потому что все водоотведение жилых районов идет на дорогу. Оттуда несет и ветки, оттуда несет и какие-то там салфановые мешочки. Судя по уровню воды выше колен, одного дежурства возле ливневок недостаточно. Такая же ситуация и в Рубцовске. И пока одни на выходных плавали, другие прятались от града. Лед с неба ловили на Бирюзовой Катуне и еще в нескольких районах края. Но по прогнозам синоптиков, впереди жителей региона ждет жаркая неделя без осадков. И в целом, лето этого года, говорят специалисты, обещает быть засушливым.